Проблема с пробивкой зимников до населенных пунктов на севере продолжает создавать трудности дорожникам. Ситуация с завозом ресурсов на сегодня в обзоре Виталия Абрамова. С конца прошлой недели по открытой трассе Яна между депутатскими Усть-Куйгой начали курсировать первые грузовики с углем для нужд депутатской ТЭЦ. Нарастающим итогом на сегодня завезено уже порядка 180 тонн. Первые машины с углем проехали, но конечно без прицепа, но я так думаю с этой недели уже будут наращивать и первые машины с прицепом уже будут выезжать в сторону депутатска. Но как это случается у нас в последнее время на северо-востоке, если где-то дела улучшаются, то где-то обязательно они идут наперекосяк. В этот раз под прицелом село Березовка среднеколымского Улуса. Отдаленное село вот уже какую неделю остается без автомобильного сообщения со внешним миром. Запасов топлива до начала марта, а дорожники все никак не могут пробиться до них. Снега много, там снега много, много сухопутный этот зимник, не по реке идет, а сухопутный, поэтому там проблем надо идти сейчас. Перевалы там дальше серьезные. Но мы же так, таким макаром будем вместе с тебя пробиваться. Чтобы поскорее добраться до Березовки, решено привлечь дополнительные силы из верхней Колымы. Пробито всего 25 километров из 180, соответственно, то, что озвучивается первые 30 километров, они тяжелые, идут по перевалам. Думаю, что когда еще дополнительная техника подойдет, работы ускорятся. Но нужно теперь на жедневном контроле держать, потому что есть угроза, что будем уходить по срокам вправо, что мы не должны допустить в силу того, что остатки топлива там незначительные. Теперь Нижняя Колыма. Из-за тонкого льда работы по пробивке Кондрюшкина с Черского пока застопорены. Но работы с западного направления идут. Мы планируем 25-го дойти. Второйка 700 где находится? Второйка 700 на пути, где-то около Оргарсах. Но все не дойдет. Также идут переговоры по авансированию перевозчиков Момского Улуса, которые должны доставить 9 тысяч тонн котельной нефти в Хану. А с чукотскими дорожниками переговоры пока ни к чему не привели, так как они запросили двойной ценник и намеренно эксплуатировать Билибинское направление вплоть до закрытия зимников. Виталий Абрамов, Туяр Семенова и Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск, Устьянский, Улус.